Этот день X, но еще не день XX, но Y. С чем мы едем убрать квартиру? С моим вторым завтраком и с одним чемоданом. И в PlayStation. И Никита мне только чуть-чуть на ногу не наехал, но не специально. Я думала, что это подписание контракта будет длиться где-то 5 минут. В итоге мы там целый час пробыли. И меня что-то расплющило. Я прям сижу только, голова прям стала болеть. От, наверное, потока информации, которую я не понимала. Потому что все было на испанском. Но все супер серьезно. Мы давали просто миллион каких-то ключей. Сто тысяч пятьдесят бумажек подписали. Вот. И наконец-то все. Мы, получается, официальный арендатор этой квартиры. И можем заезжать. Взяла с собой небольшой снег. Данише, который я вчера делала. С заварным кремом и клубничкой. Стил год. Да, здесь как бы так заезд очень сочный. Вот это наш внутренний дворик. А вот это наше парковочное место на улице. Ну и верный ключ. Еще один? Тех мало. Ну-ка, все падает. Можно меня как котика первой? Ну все, уже поздно. Пахнет неплохо. Такое эхо. Что по первому? Вы стоите. Знаешь, что я подумала только? Что в спальне ванная как бы здесь. То есть, если ты будешь опять своей челюстью хрустить ванной по утрам. Нет, она там вот моя. Ты будешь туда ходить, думаешь? Конечно. Ну все, поздравляю тебя. Мы приехали. Мы приехали. Вот так вот и нужно было снимать. Вот здесь у нас такой пустой огромный спейс гостиной. Здесь этот портер или как он называется. Здесь мы планируем с одной и с другой стороны поставить свои рабочие столы. Что-то пока что можно выйти, пока Никиты стол не стоит на балкон. Здесь у нас типа постирочная такая. А здесь вход в нашу спальню. Из нашей спальни вот здесь одна ванная. Другая ванная. И вторая спальня. Окей, 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 окей. О, через вас не будет. Фейня прямо у дома, не то что прям супер клевая, но я так понимаю, что мы и не будем сюда приходить часто, потому что, типа, даже если она не клевая, но она прям напротив хода в свой подъезд, типа, у тебя выбора нет, хочешь не хочешь, разохнешься. Ну, это наша тихущая кофейня. Ну да, у нас сейчас у дома тоже такая местная, скажем, не будем ее образовать, просто скажем местная кофейня. И вот, что мы будем делать. Здоровое питание! Заметили луч света на кухне, который сейчас час, надо засечь время, и в 12 это будет наш спот. Мы выносим шизлонги, купальники, и здесь чилим. Хотела что-то сказать, что мы сядем. Так, нормально. Представляем вам коллекцию зимового лета, осенью. Шейки-шейки. Это называется коллекция Шейки-шейки. Который сразу восполняет вас, ну, энергию восполняет, конечно же. И еще придает протеиновой мощи вашим. Так, это же не протеиновое молоко. Ты бы ему протеинового отнес. Но к ним идет, внимание. Так ты все-таки понесешь шейки? Протеиновые хлопья вегетарианские. Все хлопья вегетарианские. Да. Ой, кажется я закрыла микрофон. Это особо вегетарианский плюс. Ладно, Никита понес бездомному молоко и... По промокоду... Протеин-шейкер. Или как он называется? Протеин-шейкер AGD. А и все, пока. Короче, смотрите. Вот у нас вот просто как бы... У нас... Никита говорит. Записывает, в общем, своим... Записывает, в общем, своим друзяшкам. Видео всякие. Показывает нам мои вещи. Говорит. Вот у нас у всякого говна накопилось. Значит, он так говорит. И вот в то же время Никитины вещи. Это не вещи. Это съедобные. Это инвестиции. Это съедобные инвестиции. Короче, они здесь у нас в черной пятнице. Черная пятница была в ноябре. А Никита жертва маркетинга. И заказал нам миллион протеиновых хрупок. Ситуация на этот час выглядит вот так. Здесь мы уже почти... Ну, вот стол мой собрали. Шкафу Никита все собрал. Завтра мы соберем только кровать. Здесь тоже все собрали. Здесь у нас сушатся вещи как бы. А что? Почему нет? А на кухне осталась еще посуда. И вот здесь начинается вот такая вот всякая дичь. Полная. Типа, вроде, немного вещей, но... Вот это, например, все моя одежда. Ох. 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 Хочу спать. И вот второй час ночи. Бажина ела оливки. С сырого теста. Это был сыр. Сыр, прошу прощения. С первого раза. Еще раз. Во-вторых, ты уже сказал? Который сейчас. Конечно сказала, Бажин. Никого не удивляет то, что ты апт, типа, в 2 часа ночи. Боже, ты такая у нас смытьянка. Что? Стаин аптиту... Я умела в виду, что у нас переезд, а я пеку хлеб. А, ну вот. Бажин, не умеет рассказать, передать это. Опять тебе спортила. Как видите? Тайм-менеджмент это не про Бажину. Но, возможно, скоро будет курс. Что? Про тайм-менеджер? Да, ты будешь рассказать, как ты делаешь, и всем говоришь, чтобы так не делали. Так, нет, подожди, у меня все собрано, и плюс у меня еще будет хлеб. Да вообще будешь пусто. Лучшая женщина на районе, я считаю. Я не понимаю, что тебе опять еще не нравится. Ты замедленная невеста. Ты не ценишь, понимаешь? Конечно. Вот и пошел с моей камеры. Да, святая камера. Вот они твой гол. Такая ситуация, вот покупочки тут, боже, она оформляет. Тут запаковывают все. Вот, прикупила себе хлопья в дорожку. Мне кажется, не только мне плохо. Ай-шамплевский воздух. Букет. Ай-шамплевский букет воздуха. Да, да, чувствует нотки мочи. Нотки, нотки, нотки мочи, свежевесенний воздух. Ничего не понимаешь. Возможно, это последний раз, когда мы просыпаемся здесь. С видом на мою прекрасную базилийку. А там есть балкончик. Так, мы, значит, приняли последние душики. Но Никита надеется, что у него будет еще один. А я уже почти уверена, что нет. Я имела воду в этой квартире. Через пару часов, пожалуйста, да, бери. От жизни все. Мы все сложили почти. Вот здесь такая вот ситуация у нас. У нас осталось бы собрать только кухню, всякие продукты. Но это уже последний момент. У нас еще стирки ставятся. А вот вчера... Мы стираем? Мы стираем только нашу простынь. И вот, как бы, пошли мы спать где-то в 2 часа ночи. Но не только потому, что мы паковали вещи. А еще потому, что кое-кто пек хлеб. Но я такая, блин. Ну, мы же уезжаем, и хлеба как-то нет на дорожку. Ну, ладно. Не на дорожку. В общем, не на дорожку, а, типа, на завтрак у нас нет хлеба. А я очень волнуюсь, когда у нас заканчивается еда дома. Я так, ну, у нас хотя бы будет хлеб, сыр и масло. Вот. И это один, как бы, пункт. А второй... Это то, что я долепила из остатков теста Даниши. И, да. Никита на этапе, когда он услышал про хлеб, он еще такой поддерживал. Но когда я ему сказала, что мне нужно еще вот Даниши доделать, он уже, как бы, сдался и покинул помещение. А я просто столько времени трачу на то, чтобы сделать это тесто. Это круассановое тесто. Что невозможно просто взять его и выбросить. Пока бы мы его перевозили, оно бы уже подиспортилось. Вот. Поэтому сейчас еще будут Даниши. И мой план, вообще-то это был мой план, что я сейчас напеку Даниши и всем, кто нам помогал с переездом, раздам такие вкусняшки. Тем временем, Никита. Тебе в халатике удобно? Получай, лучше мы работаем. Все. Я сломалась. В общем, у нас собрано почти что все. Квартира была абсолютно пустая. 4 часа назад я записала видео, что я собрала почти что все. И все это время я не страдала ко мне. Все это время я продолжала собираться. И только сейчас. А, блин, еще не все. Черт! Никита не собрала свою ванную. Ладно, им хуже. Они вообще все это носят. Все, теперь уже точно все. Вот это Никитина вещи. Я еще у него вчера спросила, Никит, а ты много вещей оставляешь? Потому что мы планировали здесь сегодня еще ночевать, но я так и думаю, что мы же не будем здесь ночевать. Отвлекусь от темы. Получается, что я так думала, что мне будет очень грустно, и я захочу здесь еще последнюю ночь провести. Но на самом деле, когда мы сейчас вывезли все наши вещи, мне вообще не хочется здесь оставаться, в этом нежилом, таком пустом пространстве. Еще все в пыли, и, короче, да, не хочу здесь быть. Так вот, мы планировали оставить просто какие-то вещи на тот случай, если переночуем здесь. И он говорит, да не, парочку вещей просто оставил. Парочку вещей. Поковала 20 минут, блин. Мне кажется, он вообще свои вещи не собирал, я сейчас все поковала. Я устала, очень устала. И это я еще ничего не носила, я только паковала. А потом мы сейчас, наверное, где-то пообедаем все вместе с нашей группой, группой по перевозке. И будет вторая часть распаковки уже в новой квартире, потому что я хочу там сегодня ночевать. А я же еще пекла параллельно хлеб и даниши. Сейчас покажу. Вот такие вот красивенькие получились. Они немножечко расплылись. Вообще, не знаю, что-то с кремом, видимо, пошло не так. Но все равно классно. Это вариант без яйца для брата Никиты. Он яйца не ест. Вот. Такая штучка. Хотела ее выбросить. А она очень пригодилась. Было принято общее решение. Не ехать сейчас в Икеа, а пойти покушать и подвергаться энергией. И потом поехать в Икеа. Потому что мы заказывали кучу всего. А в одной Икеа всего этого нет. Только в двух разных. Поэтому родители поедут в одну Икеа. Мы поедем в другую. И у нас будет почти все. Ну что ты скажешь? Шоу какой час? Сколько встали? Восемь? Девятый, десятый час. Вообще, десять часов переезда идет уже. Ну и мы переехали. Да, мы переехали. Но теперь осталось разложить это все, что мы перевезли. И сейчас мы едем за столом. Едем за столом. Мы за столом или мы едем? Или мы едим за столом? У меня все состояние, как вчера в два ночи, когда хлебка была. Уже все. Только так как мы поспали очень мало. У меня уже накопительное. И начинается в шесть вечера. За столом едем. Обеденным. Я не знаю, что ты хочешь. Я ничего не хочу. Короче, мы закупили стол и вот его забираем сейчас. Так? Да, все правильно. Блин, мы просто едем за столом. И у нас босинский стол. Ой, кажется, я закрыл все микрофоны. Все микрофоны. Я показала, что вот эти две дырки внизу. Там нет, так несколько микрофонов там же. Это не только микрофон, но и динамик. Да, но однако, когда вы записываете голосовые кружочки, там все время звук затыкается пальцем. Ну, короче, вот. И у нас будет диван. Диван не будет, к сожалению. Пока мы не выбрали. Вот, может, сейчас мы посмотрим, что там в икеюшке. Какой-то диванчик. Но у нас будет обеденный стол. И стульчики. Очень прикольные, но... И сейчас ребята там, родители их... Соберут, и мы поймем, подходят они нам или нет. Родители подходят нам или нет? Кстати, может, попросить, чтобы они не собирали все. Пускай два соберут, а вдруг они реально не очень. А они шесть-шесть соберут, надо потом их разбирать. Там, по-моему, четыре. Четыре? Почему четыре? Ну ладно. Ну, может, как считаешь, может, это у них плохая идея? Да. Я еще соображаю. В принципе, удобно я буду сидеть. Майсел, мы в новом доме. Мы... Точнее, я распихала все по кухне. Заполнила просто все полочки. И кажется, как будто это немного полочек. Но это очень много полочек еще вот здесь. Тоже три большие. В общем, все из ящиков перебрала. И поняла, что все-таки больше всего вещей у нас прям из кухни. Всякие эти крупы, там, кастрюльки, формочки. Там, бла-бла-бла. Ой, кстати, моя форма для выпечки хлеба разбилась по дороге. Прям вся керамика уцелела, которую я испекла. Чему я должна вообще-то радоваться, что именно моя керамика уцелела. А вот эта покупная форма разбилась крышечкой. Но она очень клевая. Вот ее прямо раскрошила. А я прям как чувствовала, еще испекла хлеб, да? Вот, то есть, это все было не зря. У нас есть запас хлеба, потому что без крышки я не могу пока печь, пока крышка придет. Вот, в общем, тут такой месс. Ну, вот, это стол, который мы забрали из икеи, из стулья. И выглядит, по-моему, прикольно. Не знаю, как это будет в комбинации там со всем, что мы еще найдем, диваном и прочим. Но вот эта именно зона очень хорошо выглядит. Стол безумно тяжелый вообще. И так как мой стол, он был вот такого цвета в старой квартире, он там подходил... О, благовоние вкусненько пахнет. Он подходил нам под синяя стена и все такое. А сюда как будто бы уже есть вот этот цветной акцент оранжевый. И там еще синий стол выглядывает. В общем, теперь мне хочется поменять стол. Ужасно грязный пол. Наш пылесос еще не приехал. И никакие швабры, ничего у нас нет. Сейчас закажем еду. Родители одолжили нам проектор. Кстати, вот в эту квартиру мы не хотим ставить телевизор. Хотим установить проектор. И да, придет наша тайская вкусная еда. Включим какой-то фильм и будем отлеживаться. Потому что мой копчик, почему-то копчик больше всего болит. Копчик поясницы. От того, что постоянно нагибаюсь и складывать, и раскладывать. Все. Тяжело. Сейчас как накурю здесь в пространстве этом, Никита придет и офигеет. Так необычно для Барселоны пошел дождь. Вдруг такими большими каплями прям. И здесь во дворике прям очень уютно. Не знаю, почему-то мне очень нравится, как светятся вот эти вот огни в окнах. Здесь вот небо. Там у кого-то огоньки на балконе. Как-то прям безумно нравится. Хотя это не вид какой-то на город, но все равно классно. Ну что, мы проснулись в новой квартирке. Там еще куча всякого хлам на фоне лежит. Но уже это классно. У меня вот тут даже солнце с утра есть. Ну и в целом даже по вчерашнему дню она уже получает светлее темно старая квартира. Потому что просто там у нас были темно-синие стены, во-первых. И они очень сильно сжирали свет. А здесь все беленькое. И еще тут этаж повыше. И когда солнце утром проходит, ну не утром, а днем проходит сверху как бы, то тоже через все вот эти окошки маленькие внутренних двориков все просвечивается и попадает какой-то свет. Вот. И еще у меня теперь есть окно в ванной. А, кстати, мы поменялись местами. Раньше у тебя было окно в ванной, а теперь у меня. И вот такая светлая получается ванная. Можно даже тут краситься. Чего будет видно, а не то, что в той мантиннице. Наш предпоследний визит в эту квартирку. Мы только что обсуждали, что она оказалась очень такой прям обустроенной, когда мы в нее заезжали. И казалось, что больше ничего здесь, ну и не нужно. Ну здесь была кровать, естественно. Вот. А потом мы купили свою другую. Мы вот приехали тут мусор убрать, все такое. И, конечно, в сравнении с нашей новой квартирой она выглядит прям совсем темной. Из вот этих синих стен, которые очень прикольно выглядят на фотографиях, но очень сжирают цвет. И вообще мне даже как-то не грустно. Мы когда обсуждали с Никитой переезд, он наоборот так радовался, что вот мы сменим квартиру, и интересненький такой опыт. Он был очень excited. А я грустила. Но теперь, когда мы все наши вещи отсюда увезли, здесь вообще ничего не осталось, ну того, что как бы наполняет дом нами, мне вообще как-то не грустно. Ну хочется туда, в ту квартиру. Еще бы диванчик туда быстрее заказать и все остальное, чтобы можно было чилить полноценно. А так, было здесь очень круто. Мы ее очень быстро нашли, и за пару дней буквально впервые, когда приехали в Барселону, сняли Эрбин Вин на неделю, и буквально со второго, это был второй или третий просмотр, наверное, третий. Третья квартира, которую мы просматривали, и нам так понравилось, что она была больше нашего бюджета, но мы решили все равно ее взять. И вот мы прожили здесь чуть больше двух лет. Никита! Что ты чувствуешь по этому поводу? Да все, конь. You just, you attract this kind of situation, да? Да, точно. Короче, мы пошли в Барселону с мусором. Где такая карточка, чего она? Да. И, в общем, вот этот человечек, где он там убегает, скрывается от камеры, он за ручку дверьки положил такой пластик, ну типа как... Это полипропилен, или что это? Короче, который в холодильнике обкладывается. Вонючий плин. Пластик, сука, всегда. Вот, как бы за ручку заложил, и все. И закрыл. Вере, мы пошли, а у нас дверь карточкой открывается. То есть, когда мы с той стороны открываем... Я не знаю, как это работает полностью. А вообще, что-нибудь слышно из этих колоколов? А мы в магазин не идем, да? Ясно, у нас формула скоро. Но не у нас, а у этого человечка. Ну, в общем, мы сходили, выбросили мусор. Приходим, открываем дверь. Какая карточка? Мы можем сходить в магазин этот плач. Ну, что нужно? Ну, в общем, непонятно, как до конца работает этот механизм. Но суть в том, что карточка работает, она загорается зеленым, как будто бы открылась. Но... А, я поняла. А, ручка начинает двигаться только с двух сторон, только когда дверь открыта. Да, но ручка со второй стороны не может двигаться, потому что она как будто... А до этого они как будто разъединены. Ну, или даже если они соединены, то получается, что ручка с обратной стороны не двигается, потому что там она зажата этим... вот этим материалом. Вот. Мы пошли к соседке. Никита через балкон перевез в надежде, что у нас там не закрыт балкон, но был закрыт. И, в общем, мы не смогли попасть внутрь. В общем, купили мы продукты и едем в итоге домой. Получилось, что... Домой. Я говорю, домой. Все, теперь это уже не дом, дом, это в другом месте. Теперь получилось, что мы скатались просто, чтобы вынести мусор. И мы шли и рассуждали хорошо, что хоть мы не оставили сумки с телефонами и с ключами от новой квартиры. Это было бы совсем другое. Внутри, да. Это было бы уже совсем другое настроение, конечно. Не то, что сейчас. Так нам просто нужно написать управляющему, чтобы там они вызвали какую-то технику или что-то еще. Ну что, сегодня едем заключительно прощаться с нашей старой квартиркой. Здесь у нас уже все более-менее получше вставлено. Сегодня будет, наконец-то, доставка из ИТИ, из Арахом, еще с Амазона там что-то приедет. И у нас будет дикий распакой. Мы все еще не заказали диван, но это оказалось слишком сложно, чтобы вот так быстро его взять и заказать. Поэтому пока мы без дивана. Но зато все остальное приедет. Подушки, нормальное одеяло. Потом мы спим там под тремя разными слоями простынок, пледиков, накидок на кровати. One last time. Я уже сто раз сказала, ну все. Каждый раз, когда мы приезжаем, я думаю, ну все. Это последний раз. Ну все. А теперь точно последний раз. Паковали цветочки вот слегка. Все, мы распрощались с владельцем здания и с управляющим. Прямо меня сегодня... Я до этого вообще так держалась, прям молодцом. А сегодня у меня прям пару раз так накатили слезки сильно. Потому что ну многие говорят, что ой, ребят, да, квартира классная была. Сюда возьму, чтобы все не мешать. Квартира классная была, но вот там же в основном уют создавали вы, и ваш уют, как бы он с вами поедет везде, и вы сможете обудиться в любое пространство, и будет вам везде хорошо, потому что там будете вы. Это как бы да, но эта квартира, она была не только про саму квартиру, она была вот про вот это вот какой-то комьюнити, да, про вот соседей, друзей, которых мы там врели, про вот этого управляющего, который просто тебе поможет, типа вообще в любое время дня и ночи совсем забыл ключи, или там с доставками, или просто... Ну, очень такие заботливые они прям все. Вот. И для меня это было больше даже про это... ну, и там вообще все эти зоманы классные. Вот. Поэтому, когда мы сейчас так миленько прощались душевно, мне прямо немножечко защемило сердечко. Вот. Ну, вся к лучшему. Ну, и плюс, это же не значит, что мы должны кручить в свою жизнь, правильно? Будем иногда видеться, приходить в гости. Раньше там к нам все время приходило, как бы... Когда я выходила из дома, у лобби я часто встречала ребят, которые там парочка, которые там жили когда-то в нашем здании. И потом они уехали, но они постоянно в лобби, короче, зависали. Я их очень часто видел. Это Мишель и вот этот ее муж. И я не понимала спустя неделю я сидим и торчу. Просто около дома стою. Да-да-да, дома стою. Типа дверь кто-нибудь выходит, не закрывайте дверь, придержите. Да-да-да, здесь живу, да-да-да. Ну, и плюс, они сказали, что мы все равно можем приходить всякие там, вот у них в конце мая будет такая вечеринка для комьюнити, которые проживают в здании. Мы тоже приглашены или там на йогу тоже можем приходить. В общем, классно, очень классно. Я в шоке, что мы так нашли тогда ту квартиру и прожили целых два года здесь. И было так круто вообще. Прям очень. Всегда в моем сердечке. Скажи. Прям вот этот период, он именно связан вот с этими людьми и с тем, что он был даже не столько с самим может быть городом. Ну, и частично то, где мы жили, оно свой какой-то шлейф наложило на наше восприятие Барселоны, потому что жили бы мы в каком-нибудь вонючем провале, как ты говоришь. Говоришь, как ты говоришь, было бы другое совсем восприятие города. Так мы жили в таком классном здании и ну, и город как-то так ощущался тоже таким прям офигенным. Что скажешь? Не гусь ешь? Ну, чуть-чуть густишь? Не, на самом деле похер. Ну, ладно, не похер. Конец! Приехала доставочка из Архом. Очень много всего. Типа, мне казалось, что там буквально, ну, пару айтемов каких-то, а в итоге целый год всего. И, в общем, открывается лифт, и этот парень стоит держать две коробки, и он такой «Ола», и третья коробка, которая сверху, она просто падает, и там надпись такая огромная, типа, очень, типа, фраджайл, очень, а, типа, очень хрупкая, да, вот написано, очень хрупкая, и эта коробка такая «вуп», падает, и там эта надпись такая на красном. Он такой, «Ой, типа, ой, сори», такой хорошенький мальчик, и он такой, «Надеюсь, там все в порядке», я сразу открыла, я такая открываю, и там стеклянные заказали. Никита уже налил здесь водички, посмотрел. Красивые, капец, сейчас все остальное распакую. Тут у нас всякие полотенчики и постельное белье. Ой, и моя пижамка. Выбрали самые, наверное, одни из дорогих в таком цвете. Ложки в зарахом. Такие тяжеленькие. Мне кажется, супер удобно. У рука есть суп. Слушай, ты инбаланс. Это вот такая вот рамочка. Никита подарил мне этот рисуночек на нашу годовщину и хотелось его как-то оформить. Никита, как обычно, говорит, что за много пустого пространства. Надо что-то побольше внутрь. Мне кажется, прикольно очень. Точно вообще все супер понравилось. Только вот пакеты мусорные не подошли и сорочку мне по размеру нужно вернуть. Это вот будут прикроватные такие светильники у нас. Вот эти бокальчики красивые. Сняла все наклейки. Приборы разобрали. Вот досочку, такую штучку для салфеток всякие, короче, мелкие штуковины, рамку. Сюда приехала корзина для белья. И еще заказали миллион всяких подушек для таких вот маленьких подушек и для больших. И такое тонкое одеяло летнее. Вот, а это полотенце мне и постельное белье. Собираю себе полочку. Вот одну уже собрала. Никита на звонке, а я вот чем занимаюсь. Будет прикроватный столик. У нас такая рукодельническая семья. Думала, мы вместе будем собирать, так весело вместе, нет? Так, с момента нашего переезда прошла неделя и два дня. Мы уже довольно таки хорошо обустроились. Практически все-все-все вещи разложили. У нас остается только все-все-все вещи. Но я имела ввиду, что у нас есть комната. Где просто валяется миллион коробок всяких. Потому что пока некуда сложить все, что в этих коробках. Но вот только что мне доставили еще полку для обуви. Планируем мы завтра съездить в Икею. Потом завтра или послезавтра придет посылка из Zara Home. И я наконец начну показывать, что как мы обустроили здесь. Вот. А пока сижу за самой красивой зоной, которая у нас есть. Ну, одной из самых красивых зон. Это вот наша обеденная зона. Скатерть, которую я покупала в прошлой квартире. Так, здесь была моя кашка на завтрак. Очень хорошо вписалась в этот стол. Подошла по размеру. Вот. Поэтому я люблю скатерти. Не знаю, они придают какой-то там суперский такой уют. Здесь пока стоит все, что некуда поставить. Всякие мои благовонии и прочее, прочее. Вот. Но нам уже приехал вот такой вот комодик. Я заказала в Zara ручки другие, чтобы были светленькие. Потому что эти, они как бы не черные, а такие как состаренные, серые, да. Но издалека они все равно выглядят такими прям черными. И мне кажется, что со светлыми ручками будет выглядеть так полегче. Там такие под ретро ручечки. Вот. И здесь пока все еще валяется всякая штука. Вот приехала полочка для обуви. Потому что наши обуви слишком много для этой маленькой. И мы все расставим. Купим еще зеркало. И тогда покажу уже более-менее, что получается. А вот эта комната. Комната неразобранных вещей. И всяких коробок. В общем, вот этот миксер у меня должны были забрать еще в прошлую среду. А сегодня уже понедельник. И все никак не заберут. А вот. Пылесосов мы тут накупили. Всяких разных. Вот. Вот такой вот красивый пылесос из Xiaomi пришел. Выглядит прям очень так по-модненькому. И да. Пока все. Ждем апдейта. Ну и вот Никита еще здесь складывает свои вещички. Своё переодевание. Потому что здесь его шкаф. И, кстати, вот это, наверное, единственный минус этой квартиры. Что вот в этот шкаф очень неудобно попадать. Потому что тебе нужно полностью закрыть дверь. Потом это открыть. Потом то. Потом снова закрыть. Потом это закрыть. И только тогда выйти. То есть, как бы, не получается прям быстренько попасть в шкаф. И вот у нас тут спальни тоже. Уже приехали такие полочки. Тумбочки, точнее. Светильники. Приехала постельное белье новое, беленькое. Чего я и хотела. Еще приедут дополнительные подушки. Чтобы было два ряда. А вот эти маленькие пойдут на диван. Которого у нас еще нет. Но, надеюсь, скоро будет. И здесь еще будет коврик. Да. Вот здесь, я думаю, поставят за зеркало. Такое весь рост прям огромное. Чтоб можно было в шкафу одеваться. И сразу смотреться в зеркало. Я заканчиваю видео и поняла, что я никак его не закончила. Вот. Поэтому это конец. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok